МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самара театральная. Ваши лица от звонка до звонка. В России появятся казачьи кибердружины. Яндекс прошелся по следам Родиона Раскольникова. Потолстевшие принцессы, чудесное спасение собаки. Все это и многое другое прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не секрет, что в Самаре любят театр. Всегда с нетерпением ждут новые сезоны и с чувством обсуждают оригинальные местные постановки. Вот и в начале ноября прилетела невероятная новость. Впервые в истории премии «Золотая маска» сразу три театра Самарской области претендует на получение 13 номинаций. Это Самарский театр оперы и балета, театр драмы и театр грань из Новокуйбышевска. Мы собрали ваши чудесные фотографии с геолокациями в указанных театрах. И порой снимки впечатляют. Причем удивить любят и актеры. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Особое внимание хочется уделить невероятной красоте ночного города на ваших снимках. Ночная, зимняя Самара не перестает удивлять своей красотой и волшебством. Ночная, зимняя Самара В очередной раз самарскую общественность взбудоражил видеоблогер Александр Корягин. На днях он выложил в сеть ролик «Старый сокский мост». Демонтаж старого моста начался в этом году, и на данный момент проделана уже большая часть работы. Многие самарцы в комментариях к видео с грустью вспоминают, что с мостом связаны самые приятные эмоции. Кто-то вешал здесь замочек на перила в день свадьбы, кто-то бесстрашно прыгал вниз на резинки, ну а кто-то устраивал здесь романтические свидания. Традиционно в этой рубрике оказываются фото или видео, отражающие дух нашего города. Чем вам не герой дня? Житель Самары Виктор Федотов поймал интересный кадр. Кот на Ленинградке – почитатель картин. Именно так назвал свой снимок автор. Фотография появилась в группе Самара во Вконтакте, и тут же собрала сотни лайков и комментариев. На Ленинградке вообще большинство котов похоже на экскурсоводов, пишут пользователи. Самара – столица котов. И не поспоришь. Лига безопасного интернета и первый казачий университет имени Разумовского заключили соглашение о сотрудничестве. Главная цель такой дружбы – совместная борьба с запрещенным контентом в русском сегменте интернета и создание казачьих кибердружин, а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности. «Юные казаки должны защищать рубежи нашей Родины не только на Земле, но и в киберпространстве», заявил директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов. Хотя, помнится мне, был уже один бойкий поэт Давыдов, но среди гусар. Странно, что до сих пор нет у нас гусарской кибердружины с такой-то фамилией. В честь 195-летия со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского Яндекс отметил на карте Санкт-Петербурга основные места действия романа «Преступление и наказание». Всего на карте отмечено 10 точек. Нажимаете, к примеру, на Вознесенский мост и читаете, что именно здесь Раскольников видел, как пыталась утопиться женщина. Здесь же обезумела Катерина Ивановна. И вот вам, пожалуйста, панорама улицы, схема проезда и ближайшие станции метро, а также отрывок из романа. Не только героев «Преступление и наказание» можно найти на карте, но и дом самого Достоевского на Казначейской, в котором он работал над произведением. Как часто мы страдаем от того, что далеки от установленных кем-то идеалов красоты. И порой эти мысли живут с нами с детства и рождают множество комплексов. Пора избавляться от комплексов и брать пример жизнерадостной жительницы Нью-Йорка по имени Джон Кель. Девушка любит рисовать и любит мультфильмы. Недавно ее работы облетели весь интернет. Джон Кель изобразила диснеевских принцесс так, словно они обычные, но слегка полноватые молодые женщины. Жасмин, Золушка, Бель, Белоснежка, Русалочка Ариэль и Спящая Красавица. Все они получились формата плюс сайз, с формами. Как сказала художница, которая и сама обладает пышной фигурой, она всю жизнь страдала от нападок со стороны окружающих. Когда была ребенком, то не видела ни в СМИ, ни в мультфильмах положительных героев с нестандартной фигурой. Теперь же в своем творчестве художница представляет полных принцесс стильными и красивыми женщинами в дизайнерской одежде. Ну и напоследок немного доброты и милости. В деревне Усть-Далысы, что в Псковской области, дорожные рабочие спасли собаку. Пес провалился в ледяную воду. Увидев тонущую собаку, рабочие воспользовались лодкой, которая была привязана у берега. Подплыв к животному через обломки льда, мужчины вытащили пса из воды. Хоть что-то полезное сделали сегодня за день. После спасения пса по кличке Черныш отогрели у костра. Этот мир спасет только доброта. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Самара ИС. Первое самарское мобильное телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok